Наконец механизм работы ЦИК начал подавать хоть какие-то признаки жизни после новогодних каникул. Здрасте всем, к нам заехала ПТУ 3.8.1 с кучей фиксов, по крайней мере на бумаге, а также датамайнеры откопали несколько интересных строк в новом билде игры. Но давайте теперь всё по порядку. Итак, начнём с патча 3.8.1. Все уже знают о нестабильности патча 3.8, поэтому ЦИГам, как ни крути, придётся работать над улучшением стабильности игрового процесса. Так, например, вот скриншоты всего того, чем должен быть новый патч. Фиксов представлено огромное количество, как и исправлений краши сервера, как по причине кривого клиента, так и по серверным багам. Так, например, игроки не должны больше выпадать из корабля Аргамол во время квантумного прыжка, исправлена некорректная анимация женских персонажей, исправлены проблемы ближнего боя, на пип во время докфайта не должна влиять голова во время движений игрока и не только. Все исправления и их перевод вы можете сделать сами при помощи переводчика, однако говоря о стопроцентной вероятности того, что все эти баги исправлены или будут исправлены в 3.8.1, говорить, ну, мне, по крайней мере, не приходится, так как по первым отзывам игроков становится понятно, что билд сам по себе ещё нестабильный. А теперь перейдём к датамайнингу, и здесь всё куда интереснее. Во-первых, в коде игры появились новые записи о миссии Bounty Hunting, что конкретно в ней будет, пока остаётся загадкой. Также есть информация о новых производителях оптики. Теперь затронем майнерскую тему. Всем, кому интересен процесс копания, в скором времени смогут столкнуться с вводом нового ресурса под названием JALU. Если правильно сработал перевод, то как раз при помощи сплавов этого металла велось строительство космических станций в 28 веке. Любопытство ради, также появились заметки про медицинский геймплей. Будет ли он в Star Citizen в ближайшее время, я пока сомневаюсь. Но вот для Сквадрона он точно понадобится. Кроме всего прочего, обнаружились и строчки новых миссий по убийствам. В описании говорится, что уровней сложности будет 3, от самого простого до сложного, где вам придётся сражаться с неписями. И ещё немного уточним по работе вот медицины в Star Citizen. Известно, что, конечно, такая возможность возможно появится в игре с будущим патчем. Так, январьский корабль Catlas Red, который станет первым доступным медицинским кораблём в игре за небольшие деньги, появится, внимание, с первой и очень ранней версии механики лечения. Однако, вот хочу уточнить, что источники говорят о том, что есть вероятность выхода и других кораблей с медкойками. Это, возможно, Apollo 3H и Apollo Medivac. Но ключевое возможно. Также медоцеки есть и уже на доступных кораблях. Это 890 Jump и в скором времени долгожданном для всех бейкеров караки. Так что игрок сможет устанавливать медбей внутри этих кораблей, находясь на сервере, создавать в них точку респавна игроков. Относясь ко всему скептически в последнее время, я лишь попрошу вас относиться к этой информации не как к мантре. Здесь могут быть неточности, ошибки при толковании перевода текстов и не только. Так что в ближайшие несколько недель, а, наверное, ближе к концу января, мы вправе ожидать новый Catlas с медицинской механикой, а также новый патч, который, я надеюсь, решит хотя бы часть тех проблем, что принёс нам Build 3.8. На этом у меня всё. Не забудь поставить палец вверх или вниз. Любое мнение тут важно и как хочешь, но ты просто должен подписаться на этот канал. Если же есть желание приобрести игру и вступить в корпорацию, ссылки ты найдёшь внизу. По рефералке при регистрации получишь сразу халявные 5000 игровой валюты, но и меня не обидишь. Всем классного вечера и увидимся во вселенной.